здравствуйте дорогие коллеги мне передали слово давайте тогда я немножко помодерирую если вы меня хорошо видите хорошо слышите поставьте плюсики так меня как минимум слышно и видно это уже хорошо спасибо спасибо большое у меня будет на будущее еще просьбы ну на будущее на данный вебинар если у вас будут вопросы задавайте их по ходу и значит во вкладку с вопросами так будет мне просто проще и удобнее я буду отвечать по возможности сразу презентация будет ее будет можно и возможно скачать татьяна дала доступ для скачивания вот вкратце о себе дворецкий дмитрий я работал в разных самых разных библиотеках и школьных и федеральных и муниципальных практику проходил вообще во всех у меня есть библиотечное образование а значит данный цикл на самом деле это один большой вебинар который продолжает плавно перетекает из одного в другой поэтому здесь нету такого как ах первые только прошкольные библиотеки значит если мы библиотеки колледжа нам это будет неинтересно или если мы в городской библиотеке нам это тоже будет неинтересно на самом деле там лайфхаки мысли какие-то интересные замыслы они перетекают из одного в другой вебинар поэтому ищите запись смотрите благо это все доступно свободно и бесплатно так данный цикл я задумал захотелось поделиться своим опытом своими мыслями размышлениями все что вы услышите это мое мнение если вы не согласны здорово давайте общаться давайте спорить потому что именно в этом моменте все и рождается ну как минимум рождается спор который может куда-то привести вот и так мы переходим к самой теме тема у нас звучит так пути развития библиотек развитие муниципальных и городских библиотек собственно говоря 1 1 под вопрос комьюнити или соси до комьюнити или соседские центры какая форма развития более подходит для муниципальных и городских библиотек вопрос довольно непростой сейчас мы убедимся почему что такое комьюнити центр давайте сначала разберемся в этом комьюнити центр это общественное пространство для досуга и отдыха расположенная как правило в спальных районах города в пешей или бывает такое пешая шаговая ибо бывает в том конкретном доме где вы живете расположено данное пространство от жилых массивов собственно говоря определений довольно много но это наиболее удачные как мне показалось и так направление работы комьюнити центра и как как минимум я бы даже сказал что и максимум всего три это образование это спорт ну я спорт не очень наверное в этом плане понимаю скорее физкультура потому что спорт все-таки травматичен я бы это назвал направление физкультура но так или иначе указано везде спорт направление культура культура искусства и так далее есть конечно другие направления какие-то технологии и так далее ну вот как правило все все эти центры компактно укладываются в эти три направления также есть чуть ниже отмеченная звездочкой все эти три направления имеют свою досуговую составляющую то есть это все делается в форме игры чтобы было не скучно чтобы были были так иначе развлечения и следующий момент в данном комьюнити центре как правило есть свои сообщества то есть комьюнити центр есть как общий где можно заниматься самыми разными вещами ну таких немного и есть по каким-то определенным направлениям но они перечислены этот и ну из трех выходит так или иначе еще что-то на так примеры общественных пространств это у нас кстати все картинки говорю заранее ну или почти все я сейчас ну по крайней мере вот примеры они все кликабельны это у нас общественный центр это сша клейтон он еще строится так и называется общественный центр они дело в том что комьюнити центры называются абсолютно по-разному общественные районные центры как угодно смысл везде один это место где люди могут свободно прийти собраться в какую-то свою общину например шахматную собраться в какую-то свою общину книжную и проводить время да как правило там есть какая-то арендная ставка ну то что сейчас по сути происходит ну по крайней мере в москве и крупных городах можно на какое-то время по часам снять помещение той же библиотеки на время на какую-то встречу или либо по делам то есть это вот есть такой момент вот так или иначе это место для совместной индивидуальной работы и организации сообществ то есть такое пространство для для создания новых идей именно для города я думаю вы о данном пространстве знаете это еще один пример из Екатеринбурга это Ельцин центр конечно же ну я скажу так все наши центры у нас есть центры комьюнити и даже и соседские в России все правда все эти центры они ну скажем так не совсем попадают под вот каноны вот таких центров потому что все равно у нас ну как я вижу общество к этому идет мы к этому обязательно придем но мы не совсем готовы с этим так сильно работать во-первых сложно с кадрами во-вторых сложно с идеей да так или иначе все равно есть охранник все равно есть желание прибить игрушки к полу ну и так далее но в целом Ельцин центр это один из таких тоже уникальных образований на территории России которые как ну я просто знаю что кто-то относится негативно видимо потому что Ельцин написано кто-то относится положительно ну по-разному так или иначе это очень интересный инициативный музейный исторический архивный библиотечный там все все во всем комплекс очень современный и именно по образцам таким мировым сделан то есть если у вас будет возможность ну хотя бы кликнуть зайти на сайт обязательно воспользуйтесь посмотрите потому что так или иначе это прообраз в принципе библиотек то что будет происходить с библиотеками то как я это себе вижу и предполагаю у нас значит вопрос и все таки с темы вебинара городские библиотеки не являются муниципальными это частные или какая-то их организация так не понял и все таки из темы вебинара городские библиотеки данная тема вебинара ну я отвечу как я понял данная тема вебинара заявлены две библиотеки муниципальные это не городские ну вернее так для меня это все так или иначе библиотеки города муниципальные и городские под словом городские библиотеки я имел ввиду библиотеку города в каждом городе есть так или иначе главная библиотека да именно вот в этом городе либо их несколько они городские они как правило имеют свое отдельное здание они довольно большие многоэтажные вот и так далее То есть я имел в виду такую центральную главную библиотеку. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Так, идем дальше. Я сейчас просто привожу примеры, какие есть в мире, в России, образования. Примеров будет немного, потому что перечислять можно бесконечно. Их довольно много и в России в том числе. Вот я так рандомно подобрал. Это, наверное, одно из таких любимых, интересных пространств. Называется Благосфера. Находится в Москве. Тоже можете зайти посмотреть. Данное пространство работает... Если первый пример, это просто как городские сообщества могут приходить, и данное пространство больше похоже на библиотеку. Второй пример – это что-то общее, музейное, мемориальное, историческое, библиотечное и так далее. Третий пример – это работа с сообществами именно НКО. Ну, в том числе и с самыми разными сообществами. С журналистскими, писательскими, с самыми разными пространствами. Между всеми тремя вариантами есть такая относительная разница, что в первом, что в втором случае. Так или иначе деньги вносило государство, страна. А в данном, в третьем случае это все-таки в основном частное финансирование. Ну, и есть грантовая деятельность, на которой живет этот центр. Там много всяких инициатив. И, в принципе, если брать за какую-то основу, то я считаю, именно городские библиотеки должны... Ну, как должны. Хорошо бы, да, чтобы двигались в сторону именно благосферы. Вот. Тоже покликайте, потом посмотрите. Такие же примеры, но по библиотекам. Так, у нас есть вопрос. Ирина. И относится к муниципальному образованию. Название городские поселения. Я отвечу так. Я когда делал данный цикл, задумывал, да, библиотек гораздо больше, чем школьные, чем библиотеки высших учреждений, чем городские, муниципальные, чем национальные и краевые. Есть еще и ведомственные, есть еще и библиотеки самых разных подразделений, есть частные библиотеки. То есть вебинаров, по идее, должно быть больше. Есть библиотеки поселений, есть сельские библиотеки. Это так или иначе виды, подвиды, типажи библиотек. Вот. Я не зря говорю о том, что это один большой вебинар, который продолжается, да. Получается, получится где-то 4 часа. И так или иначе в этих четырех вебинарах можно будет найти ответы на все, ну, или почти на все вопросы, связанные в том числе и с поселковыми библиотеками, и с библиотеками сельскими. Просто нужно искать параллели, смотреть, как это происходит со школьными, там есть параллели с библиотеками колледжей, там есть параллели с библиотеками институтов и так далее. Все это, в принципе, похоже, схоже и работает. Я сильной разницы какой-то не наблюдаю. Там есть разница по финансированию, есть разница по каким-то фондовым делам, но в целом история с развитием, она, в принципе, почти одна и та же. Так, примеры по библиотекам. Есть такая библиотека, находится в Москве. Это смарт-библиотека имени Ахматова. Я думаю, что вы могли точно слышать, а то и слышали. Я так или иначе имел отношение к данной... Эта библиотека, она считается как окружной. Я имел отношение... Я работал в ЦБС Западного округа. Данная библиотека туда входит. Я частенько там бывал. Это такая ультрасовременная библиотека. Так или иначе, туда захожи самые разные люди. Я видел, что там происходит, особенно вечером. Это очень похоже на комьюнити-центр именно, где люди могут отдохнуть, к ним никто не подходит, их никто не дергает. Скажем так, когда ты входишь в библиотеку, на тебя никто не накидывается, ни охранник, ни библиотека. И в принципе, что мне нравится, даже в хорошем смысле до тебя нет дела. Пришел, хорошо, раздевайся, вот там вешалка, садись, занимайся своими делами. Это очень здорово. Также картинка кликабельна. Она выходит на сайт смарт-библиотеки. Посмотрите, что там за мероприятие, как она работает. Тут тоже можно прийти, записаться, заняться всем, чем угодно. От записи музыки, просмотров фильмов и так далее. Конечно, это такой не западный все-таки формат на 100%. Но это очень близко, это очень здорово. Я специально думал ставить, не ставить. Есть еще молодежная библиотека, тоже хорошая. Есть библиотека Некрасова. Да вообще в России довольно много таких библиотек, которые вот, ну скажем так, все библиотеки идут в этом направлении. Даже самая маленькая сельская библиотека из двух комнат, где одна комната, идет в этом направлении. На самом деле. К какому-то определенному центру и форме общения. Вот. Ну, все зависит от размеров и от возможностей. Этого, конечно, никто не отменял. Это у нас Санкт-Петербург. Это центральная библиотека Маяковского. Она не так давно открылась. Ее долго ремонтировали. По-моему, три года, если я не ошибаюсь. Она сделана, ну, такой стиль, очень похож на, вернее, я бы даже сказал, на норвежско-финский что-то такое. Вот. Так или иначе. Тоже своего рода. Это как раз центральная городская библиотека. То, о чем я, в принципе, говорил. Она довольно свободная, открытая. И книги можно сдать 24 на 7. Тоже крупные библиотеки, библиотеки больших городов. Ну, скажем так, миллионников. Они идут в это направление, чтобы можно было, ну, если не взять, то сдать точно книгу в любой момент. Вот. И, в принципе, тенденция такая, чтобы библиотеки работали. Ну, если не 24 на 7, то, ну, хотя бы с 10 до 10, а то и 24 на 7. Примерно так. Так, а это очень... Это библиотека из Хельсинки, Оди. Она, скажем так, безумно современная. Это как раз тот самый комьюнити-центр, именно библиотечный, о котором, скажем, идет речь. Да, это именно то, что кто-то может критиковать, кто-то может не критиковать. Это то, что в итоге, к чему мы и придем в России, ну, не сразу, со временем. Да, такого типа библиотек у нас, я думаю, что все-таки нет. Чисто такого типа. Там это, по сути, торговый центр, как библиотека. Да, и у этого торгового центра есть... Библиотечный центр, я бы его назвал. Есть самые разные функции. Есть отдельные комнаты, где можно провести время. Есть переговорные. Есть там отдельный этаж под библиотеку. Есть места, где можно играть в компьютерные те же игры. Я знаю, что наверняка это вызовет у ряда людей оторопи. Как это так? Это тоже так или иначе информация. Есть места, где можно, скажем так, сшить, попробовать сшить одежду так или иначе. То есть это удивительное место. Люди на самом деле чего хотят? Люди хотят встречаться. Люди хотят куда-то приходить. Люди хотят организовывать, организовываться, организовывать что-то. И люди хотят получать какие-то знания, где-то их брать. В одном месте, удаленно, неудаленно. И, в принципе, тут же их воплощать. И это вот именно место, где можно познакомиться с какими-то знаниями. Тут же их обсудить и тут же их воплотить. То есть что-то построить, что-то сконструировать. То есть это и библиотека, и в каком-то смысле небольшой заводик и так далее. Картинка тоже кликабельна. Зайдите на сайт, посмотрите. Но я думаю, что многие из вас точно про нее слышали. И подобных библиотек в мире становится все больше и больше. А теперь мы переходим именно к соседскому центру. Соседский центр – это такое объединение жителей района, где люди собираются вместе и занимаются творчеством. Решают проблемы, продают товары. Имеется в виду поделки и так далее. Собственного производства. Это точно не похоже на культурный центр со скучными лекциями. Это похоже на дом, где собираются друзья. Ну, соседи, очень близкие люди. И своими руками строят город будущего. Определение хорошее, но на самом деле оно похоже на первое определение. И вот ниже я об этом скажу. Что на самом деле, что одно, что другое очень похоже и перетекает. Итак, что главное в работе таких объединений, как соседский центр? Это первое – шаговая доступность. Второе – самостоятельная активность жителей. Третье – развитие локальной экономики. Но это то, о чем мы говорили. Это именно, например, кто-то делает бижутерию, из бисера что-то делает, какие-то варежки, носки. Сравнить можно с бабушками, которые, не знаю, на переходе что-то продают или около магазина. Какое-то свое варенье, какой-то свой хлеб. Самозанятость четвертая – коллаборация. Это когда люди приходят, они сами себя занимают в таких центрах и взаимодействуют друг с другом, объединяются друг с другом. У кого-то есть один ресурс, у кого-то есть банка варенья, к примеру. У кого-то есть другой ресурс. У нас упаковка к этой банке, получается продукт. Это звучит, может быть, нелепо, выглядит нелепо. Но так или иначе, такая история на Западе довольно распространена. Как правило, конечно, это происходит не в каких-то обычных таких кварталах, жилых массивах. Все-таки это происходит в новостройках, когда люди только въехали, только приехали, когда вокруг ничего нет. Вот организуются подобные центры. Данные центры, они, может быть, звучат, как что-то серьезное. На самом деле это очень часто бывает пару комнат, и данные центры организует сам застройщик очень часто. Или инициативные жители, чтобы просто было чем заняться, так или иначе. Но это именно развивает данный квартал, данную территорию, где люди живут. А также очень важно вовлечение районных и городских сообществ. Ну, к примеру, вот к нам в библиотеку приходили поэты объединениями Недогонова. Довольно старое объединение, там больше 20 лет. Просто приходили, им нужно было время, встретиться на 2 часа, занять наш зал. Зал тогда пустовал в это время. Мы заносили их в расписание. Они собирались, читали друг друга стихи, обсуждали, пили чай на свои деньги. Вот. То есть вот что-то подобное, так или иначе. Локальный бизнес – это то, о чем я говорил. Кто-то занимается бижутерией, кто-то делает какие-то брошки, какие-то цветы выращивает. У нас очень много в Москве, да и не только в Москве, любителей домашних цветов, фиалки, алоэ и так далее, и так далее, и так далее. Тоже есть какие-то перепродажи. То есть все, в принципе, все что угодно. От язания до, не знаю, метания кортиков. И что самое важное, нужен и в том числе привлекают и готовы принять любого жителя почти с любой инициативой, если она там не переходит за какой-то край. Здесь я привел примеры соседских центров в разных точках нашей страны. Также можете зайти, покликать, посмотреть, как они организованы, что они примерно делают. Очень много, ну то есть соседский центр – это прежде всего инициатива, инициатива людей. Если инициатива пропадает, он умирает. Довольно много таких соседских центров, которые, ну, немножечко уже мертвы. Но это и связано, к сожалению, со сложностью времени, когда долгое время мне приходилось встречаться, что ли. От этого тоже многое зависит. Когда нет чему-то внимания и уделенного времени, то не поливать цветок, он, естественно, чахнет и гибнет. Как уже, я, по-моему, во втором вебинаре говорил, а может и в первом, что внимание – это вот такая некая новая валюта, в том числе, да, за которой все борются. Борются торговые центры, библиотеки, кинотеатры – все. На самом деле я не считаю, что все друг друга так или иначе являются конкурентами. Все равно каждое сообщество найдет свой угол, свое пристанище. Поэтому кто-то один всех, скажем так, не сможет пригласить к себе. Просто не хватит места, так или иначе. Следующий момент. Библиотеки квартирного типа, необходимости или пережиток. Тема на самом деле сложная, болезненная. Я скажу то, что я думаю на эту тему. Я считаю, что есть четыре типа библиотек, квартирного или околоквартирного типа. Первый – это 50 квадратных метров, 50-70, пусть будет так. Это пункты книговыдачи, чисто сдал, взял и все. Ну и поговорил. Второе – это 100-200 квадратных метров. Данные помещения можно, ну это библиотека, но их можно называть соседскими центрами. Я как раз сейчас об этом скажу чуть позже. Следующий момент – это 300-500 квадратных метров. Это именно средняя библиотека, довольно неплохая, хорошая библиотека, которая есть в районе. Куда ходят, где есть достаточно неплохой фонд, где, как правило, 6, 5, 7, ну по-разному. Все зависит от библиотеки, от штатного расписания человек. Где есть зал, куда можно пригласить людей, где есть разные залы с литературой. И даже, может быть, есть и компьютерный зал, так или иначе. Вот это вот такая добротная все-таки библиотека. 700-1000 квадратных метров. Ну тут речь идет уже не совсем о библиотеке. Речь идет, наверное, все-таки скорее о комьюнити-центре. Так или иначе. Таких библиотек, конечно, мало. И они, как правило, имеют такое свое отдельное здание. Это вот 700 тысяч и больше квадратных метров. Ну, повторюсь, их мало. Если отвечать на вопрос выше, все-таки соседские центры, комьюнити-центры. Я скажу так. На мой взгляд, муниципальные библиотеки, в том числе и поселковые, в том числе и сельские, они как выполняли роль соседского центра. Просто об этом мало кто знал, догадывался. Отчасти так и выполняют. Другой вопрос, что у соседского центра есть своя экономика. Есть даже какой-то свой бюджет. Очень часто такие центры окупаемые за счет инвестиций жителей. Ну, это сложная история. Но муниципальные библиотеки всех уровней, всех подразделений, они близки к именно соседскому центру. Если брать городскую библиотеку, большую, центральную или несколько центральных, это все-таки комьюнити-центр. А так, если говорить в целом, то что соседский центр, что комьюнити-центр, так или иначе, это одно и то же. Только называется немножко по-разному. И функционал другой. Соседский центр более локальный. То есть он рассчитан все-таки на квартал, он рассчитан на дом. Комьюнити-центр – это все-таки городское образование, большое, куда можно прийти, как уже было сказано, пошить, поиграть, подумать, поговорить, встретиться. Это свой род такой торговый, интеллектуальный, культурный большой центр, где можно получить все. Что-то купить, работать, отдохнуть и провести довольно хорошо время. Так, у нас есть вопрос. Надежда. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Надежда. Вы МГИК окончили? Нет, я МГИК не заканчивал. У меня библиотечный колледж и высшее РГГУ, историко-архивные. Да, я, значит, говорю такую историю, как мысль. Я считаю, что будущее все-таки за библиотечными центрами, это если переходить к теме библиотек квартирного типа. Я не буду говорить за поселения, села и так далее. Там ситуация сложнее. Очень часто весь культурный кластер – это библиотека, это дом культуры, это школа, ну, еще пару каких-то образований – это и есть культурный кластер. Если брать города-миллионники, ну или полумиллионники, там история будет все-таки побогаче. Я считаю, что библиотеки квартирного типа, где 50 квадратных метров, ну, даже где-то около 100, если они расположены в одном каком-то жилом массиве, близко друг от друга, и тем более, если это взрослые библиотеки, например, три, и все взрослые, да, в этом нет никакого смысла. Если это четыре библиотеки, одна детская, ну, хорошо, детскую можно, пусть развивается. Но, опять же, я вижу будущее в том, что в каждом районе, и речь идет о всей карте России уже, в каждом районе правильнее и хорошо бы сделать нормальные большие библиотечные центры, которые могли бы заниматься полноценной большой работой. Потому что часто мы, так или иначе, вот этими небольшими библиотеками, небольшими коллективами, небольшими штатами, слабыми фондами, которые не всегда можно пополнить, да, и даже в крупных городах, размазываем ресурсы, размазываем усилия, и ничего в итоге не получается. Не получается продвинуть чтение, не получается привлечь читателя. У нас есть в Москве библиотека имени Некрасова, которая что делает? Это центральная, главная библиотека в Москве. Что она делает? У нее огромное здание, очень интересное, это комьюнити-центр, вполне себе. И библиотека наращивает книговыдачу, небольшие филиалы в различных торговых центрах и культурных учреждениях. Просто делает пункты книговыдачи, довольно симпатичные, выделяет туда сотрудников, временные, постоянные. Вот. И когда такие центры, такие пункты появляются в тех или иных районах, и в данном районе, например, 4-5 муниципальных библиотек, есть еще такой пункт книговыдачи, и довольно богатая инфраструктура, ну, например, там, магазины, центры другие, то нужда в библиотеках отпадает. То есть мы ресурсы просто размазываем, ну, город и так далее, да. Правильнее было бы, конечно, построить, построить, найти. Где-то это можно найти, потому что, может быть, бесхозное помещение. Где-то это нужно построить. Одно большое, серьезное помещение подо все, чтобы это был именно не досуговый центр, не там какой-то кинотеатр, а именно библиотечный центр. Значит, как я вижу функционал этого центра? Я думаю, у него функций больше, я думаю, что может быть и есть, но видимость пока такая. Одна из главных задач этого центра – это районоведение по данному району, где находится центр, и москвоведение. Ну, то есть, по сути, краеведение. Ну, в данном, смотря какой регион, и там самые разные области могут быть заняты и задействованы. Это мемориальная деятельность, потому что если объединять в рамках одного такого центра серию библиотек, то, что получается. Какие-то библиотеки носят имена. Соответственно, значит, не убирать же эти имена. Значит, пусть будут какие-то комнаты, пусть будут коллекции, которыми данная библиотека будет продолжать заниматься, и все это дело поддерживать. Работа с читателями, поддержка чтения. Дело в том, что маленькие библиотеки, ну, не получается на должном уровне. Я сам работал в небольшой муниципальной библиотеке как-то. Ее только открыли. Она была, там, по-моему, 130 квадратных метров. Она была красивая, замечательная. По-моему, там где-то 5 комнат в ней было. Но и написали кучу проектов. Это как раз был центр чтения. Тогда люди увлекались, руководители увлекались, с центрами чтения. И столько всего понаписали. И чтение плюс, и чтение так, и чтение кверх ногами. В итоге ничего не сделано до сих пор. Это просто пункт книговыдачи по факту. Потому что нет ресурсов, потому что нет специалистов. Желаний нет очень часто. Нужно понимать, что очень часто это бюджет. Сделал ты что-то, деньги упали. Не сделал ты ничего. Ну, я об этом уже говорил. Там даже кто-то на меня разозлился, что я плохо говорю о людях. Но это так и есть очень часто. Скажем, данная история, она кого-то мотивирует, кого-то демотивирует. Люди очень разные, так или иначе. Это методическое сопровождение. Дело в том, что библиотеки очень часто даже в рамках одной какой-то ЦБС либо какого-то объединения библиотек, находясь на одной территории друг от друга, далеко, они не понимают, что происходит. Они не связаны никак информационно. Ни рассылкой, ни перепиской никак. Они узнают информацию друг от друга, когда переходят дорогу или когда на какие-то сборы приходят. Вот примерно так и происходит. Я говорю сейчас про ситуацию, которая, ну, к примеру, в Москве. Это и по коллегам, с которыми я говорил, и по своему личному опыту так примерно и происходит, к сожалению. Я думаю, что история с муниципальными библиотеками других городов и регионов, ну, может быть, не такая, но так или иначе схожесть присутствует. Значит, это занятие именно в том числе и библиографии. То есть можно выделить отдельные какие-то структуры, отделы, сектора, ну, лучший отдел, где будут специалисты, которые будут заниматься списками, рассылкой, именно чтением и так далее на должном уровне. Не просто взял книжку, подбежал и прочитал, а это будет практически исследование. То есть библиотека для меня, и именно в таких центрах будет происходить исследование. Это именно про исследование и про внедрение методик, методик библиотечной работы. Это уже как научная деятельность. Что касается методистов, я не знаю, как дела обстоят в регионах, правда, не знаю, говорить не буду за всю Россию, но в Москве, к сожалению, очень часто методическая работа методического отдела заканчивается подсчетом цифр по госзаданию. Вот эта сложная вся система сдачи отчетности проходит через метод-отдел. И по сути, это основная задача методического отдела. Но это сильно не так. Вот, кстати, коллеги, к вам вопрос. Похожа ли у вас ситуация с методическим отделом или нет? Он тоже у вас собирает просто цифры, информацию и все, и как-то ее там превращает в какую-то структуру и передает выше? Или все-таки он разрабатывает методики, вас обучает, показывает? Вы можете обратиться с вопросом, с каким-то серьезным. К вам тоже придут, помогут. Вот, напишите, мне будет очень интересно. Так, Ирина, я одна это слышу. Пункт книговыдачи – это библиотека в 50 квадратных метров. Что вы слышите, Ирина? Не знаю, честно, что вы слышите. Все, что я сказал, я сказал, я озвучил. Так, да, Вера, да, именно так и обстоят дела, отчеты, а все остальное у наших методистов нет времени. Я не буду говорить, что ага, значит, и во всей России так. Вполне возможно, где-то есть отличный методический отдел, который делает колоссальную работу, успевает и отчеты ваять, и помогает. Не знаю, но, как показывает жизнь, вот я с коллегами тоже общаюсь, в основном это отчетность. И все, больше ничем люди не занимаются. А методика – это очень важно. Я, кстати, сейчас не говорю, что, ну, как это сказать, нет у меня сильных претензий, потому что структура так устроена. Но когда нету методического сопровождения, нет поддержки, то какая дальше может быть работа? То есть библиотекари, по сути, чаще всего брошены на произвол судьбы. Они не знают, как организовать клуб. Они идут в интернет, смотрят, там много материалов. Происходит какое-то движение наугад. Это как хорошо. Но не всегда это хорошо. Так или иначе, все-таки методический отдел, его основная функция – это не отчеты крепать и передавать выше, и дергать всех, и издать. Это все-таки поддержка и сопровождение библиотекарей. Это основная… И обучение библиотекарей – это основная функция метод отдела. То есть со временем произошла подмена методической работы. И вот эти центры позволили бы все-таки привести эту историю в порядок. Когда есть конкретные люди в конкретном отделе, пусть их будет 2, 3, 1, 2, ну, лучше 2, чем 1, и они будут закреплены за определенным отделом, работа будет идти лучше. Так, ну, разработка подкастов, разных программ – это уже немножко иной отдел, отдел каких-нибудь спецпроектов и так далее, но это тоже возможно. Курсы информационной грамотности, ну, ими занимаются, как правило, библиотеки, как в школе, так и, скажем так, в других местах, в институтах и так далее. Сейчас эта очень похожая история требуется повсеместно и будет требоваться еще больше. И, что самое главное, универсальность библиотеки. У нас вот тот центр чтения, в котором я работал на первых порах своей деятельности, он составлял 130 квадратных метров, это был центр чтения, центром его не назовешь, и он считался универсальным и для взрослых, и для детей. Ну, какой универсальный центр может быть, ну, скажем так, семейного чтения, для взрослых и детей 130 квадратных метров. Туда нельзя, его нельзя снабдить таким количеством литературы, чтобы удовлетворить ожидания, ну, там, района, например, да, не получится. Его нельзя оснастить нормальным компьютерным залом. Ну, нельзя. Так или иначе. Это вот, ну, как. Но название у нас такое. Здесь тоже происходит, ну, такая, некая подмена, что ли. Поэтому такие центры, они точно позволят все это сгладить и сделать работу лучше. А функций у этого центра может быть гораздо больше, на самом деле. Так, и я заметил, что что-то писали, наверное, были какие-то вопросы. Я мог пропустить. Сейчас я отниму чуть-чуть времени, посмотрим. Так, да, именно так обстоят дела. По-разному бывает. Я согласен, что бывает по-разному. Ольга, у нас библиотека 46. Наверное, имеется в виду квадратных метров. На всякий случай говорю, что это мое мнение. Я не ходячий гост. Я просто считаю, что если библиотека совсем маленькая, и опять же, я делаю упор все-таки на ощущения именно по крупным городам. если это библиотека села, если это библиотека поселений, и она одна, ну, там, я не знаю, на 200, на 300 домов, на 2000, 3000, 4000 жителей, то, в принципе, мне это тоже не нравится. Я считаю, что библиотека должна быть больше в таких случаях. Но, естественно, это тоже неплохо. Речь не идет о том, что ее нужно закрывать. То, что происходит в городах, и то, что происходит в селах, в поселениях, это все-таки разница. Я просто говорю о том, что развитие, оно так или иначе идет везде одинаково. С разными перекосами, с разной скоростью. Но все идет похоже. Так или иначе, и где маленькие библиотеки, администрация, губернатор, я не знаю, мэр, будут приходить к тому, что нужно делать именно библиотечные центры, комьюнити-центры. Все это будет. Когда это будет, другой вопрос. Но тенденция такова. Потому что, ну как, в крупных городах данный процесс запущен. Так или иначе. Виктория, еще функция поругать. Обучение устраивают, приглашают других специалистов или информируют о вебинарах. Есть такая история, согласен. Ну да, есть такое. Ольга, отделок как такового нет. Есть методист, который собирает отчеты. Ну да, вот такая похожая информация. Методисты собирают только цифры. Ольга, Светлана, может вопрос не по теме, но очень актуален. Есть ли какие-то гранты для школьных библиотек? Много читателей, мотивации, методика есть, а ресурсов нет. Где можно узнать информацию? Светлана, да, вопрос не совсем по теме, но учитывая то, что цикл вебинаров один, посмотрите, пожалуйста, второй вебинар «Пути развития библиотек высших учебных заведений». По-моему, так он называется, если правильно. На канале Директ Академии там большая выкладка по тому, куда можно обратиться и где можно получить грант. Они и со школьными библиотеками тоже работают. И там даже есть, по-моему, инструкция по написанию гранта. Я там много материала давал. Вот. Так, ну, заболтался я уж, извините. Так, переходим дальше. А, мы потихоньку приближаемся к завершению. Оставаться библиотекой или трансформироваться в культурный центр? Вопрос тоже интересный. Тут я буквально, скажем так, подытожу все, что я говорил выше. На самом деле, так или иначе, что сейчас происходит? Библиотеки просят, где-то заставляют, потому что библиотеки становятся менее востребованными в плане их традиционной деятельности. Это выдача книг. Давайте так, не выдача книг, это выдача информации, самый разный, на разных носителях. Я считаю, что библиотека, она работает не с книгой, она работает с информацией ей во всех ее проявлениях, потому что книга – это носитель, прежде всего. То, что в ней – это информация. То есть, было веяние, когда диски библиотека выдавала, было веяние, там, что-то с дискетами, какой-то момент флешки. так или иначе, есть огромные моды, огромные желания, чтобы библиотека занималась мероприятиями, чтобы их было как можно больше, потому что эти мероприятия помогают выполнять план, ну, как минимум, по посещаемости. Ну, привели, например, детей из школы автоматом, да, смотря какая школа, смотря какие классы, где-то 10 человек в классе, где-то, ну, бывает такое, что и 5, где-то 20, 30, 40, все зависит от центра, школы, города и так далее. Вот. На самом деле, я считаю эту историю такой порочной, что ли, да, если много мероприятий самых разных, которые подвязаны, привязаны к знаменательным датам, просто огромная работа со школами, нескончаемый поток, когда идут ученики, классы, классы, классы. В этом тоже есть свой минус. Понятно, что есть план, его нужно выполнять, его никто не будет отменять. Как бы, дело в том, что библиотеки уже так или иначе трансформировались в эти вот культурные центры. нехотя, да, и в каком-то смысле из-за этого плана. То есть этот план, который нам спускает департаменты, министерство культуры, он так или иначе библиотеки трансформирует и отдаляет от деятельности, от той, которой библиотеки все-таки ближе и, наверное, лучше бы заниматься в целом. Да, я не имею в виду книговыдачу все-таки. Это скорее информация, это скорее переосмысление, работа с разными источниками, работа по-иному, с читателями. Это создание, ну, помимо контента, это создание продукта, который можно пощупать. Это то, о чем я буду говорить в последнем вебинаре, это создание базы данных. Неважно, где вы находитесь, районный центр, округ, край, город, именно создание базы данных, которые тоже можно предоставить читателю, предоставить библиотекарю, потому что не стоит забывать, что работа происходит не только с читателями, работа происходит и друг с другом. То есть, если вы провели какой-то вебинар для, ну, или встречу, обсудили с коллегами важную тему, например, по краеведению, как организовывать краеведение, собирать старинные русские напевы, к примеру, в деревне, которая вымирает, или в поселении, где таких бабушек или дедушек осталось очень мало. Это уже массовые мероприятия, это уже форма работы, вот, и довольно нужная, и довольно богатая. И если подытожить и сказать в общем, то я повторюсь, я за такие библиотечные центры, где было бы все так или иначе, но не пляски, танцы, но не дзюдо, но не театр. Я не против театра, ради бога, но тоже нужно знать какую-то меру, какие-то границы. где было бы, ну, пусть будет игровая форма, я тоже за игровую форму, когда, к примеру, читается книга, и по мотивам книги лепится бабочка или гусеница из пластилина, или еще с чего-то. Это вполне себе неплохо. Но когда такого очень много, опять происходит подмена деятельности. То, что я вижу, очень часто, очень часто это выход, то есть у людей просто нет выхода, но тем самым, к сожалению, профессия уходит. Я сейчас не говорю громко, как говорится, уходит, ну и пусть уходит, собственно говоря. Просто так или иначе, она теряется. За всеми этими движениями, за всеми этими какой-то незначительностью, все потихоньку уходит, так или иначе. Так, Вера, то есть вы против клубов по интересам? Нет, почему? Я за клубы, всевозможные клубы. Вопрос, что там делается в этих клубах? То есть, для чего люди пришли? Если брать то, о чем выше говорилось, комьюнити-центры, там не нужен библиотекарь или соседские центры. Люди приходят, ну как, очень часто не сами, потому что им нужно узнать, что есть такое, что это можно. Люди приходят, им выделяется какое-то место, помещение, ресурсы. В каких-то случаях можно там интернетом бесплатно воспользоваться, распечатать бесплатно. Ну, понятно, что не книгу в экземпляре 3000 экземпляров. Ну, то есть, предоставляются ресурсы, где человек может потворить, подумать, что-то сделать. Ему не нужен так или иначе библиотекарь. Я думаю, у вас есть такие клубы самодостаточные, которые где-то образовались и просто вас нашли на пути. но, как и я, в свою очередь, мы мало имели отношения к этим клубам. Они просто нас нашли, они просто к нам пришли. Они попросились, мы их пустили. Все. Да, и мы ими отчитывались. Но такие клубы есть. Их довольно много, и они очень часто присутствуют в библиотеках. Это здорово, это и есть вот эти зачатки вот этих комьюнити-центров. На самом деле библиотеки, ну, многие библиотеки, у них очень много зачатков вот из того, что я перечислил в плане соседских центров, комьюнити-центров. Есть очень активные библиотекари, которые даже сами не понимают, что они делают. Они выполняют функции, ну, я в хорошем смысле, да, они выполняют функции НКО своего рода. Собирают какие-то пожертвовательники, куда-то что-то передают. Это, правда, очень здорово. За это, ну, как правило, не доплачивают, не платят, но очень многие уже к этому пришли. Это вот нужно понимать, нужно осознавать. Попробуйте примерить на себя, посмотреть, как у вас. Ну, речь даже не идет о каком-то уровне, да, то есть, если вы работаете с благотворительным фондом, помогаете ему собирать что-то. Это уже здорово, неважно, где вы находитесь. Это уже вас приближает к полезности, к местному сообществу. А клубы по интересам, ну, пусть будут, они абсолютно нормальны. Опять же, что там происходит в этих клубах по интересам? я, например, хочу вот что сказать. Я не знаю, повторюсь, за всю Россию говорить не буду. Я знаю, что происходит в Москве с рядом библиотек, вот именно таких небольших районных, куда почти перестали ходить читатели. Это правда. Что происходит? Приходит инициативный человек, правда, инициативный, правда, у него все горит. Руководитель библиотеки видит, что нужно что-то делать, нужна активность, фотографии, отчеты и так далее. А этот человек, он, например, театром занимался или там книги писал. Это еще хорошо, если он книги писал. И по сути от какой-то безысходности человеку отдается библиотека. В каком-то смысле под театр или еще подо что. И так или иначе, это вроде и библиотека, а так вроде и театр. и получается, что все-таки это театр и при нем библиотека. То есть в таких случаях я вообще считаю, что в идеале жители должны выбирать надо им, что им надо, что им нужнее. Библиотека не важно сколько, 30 квадратных метров, 100, но если это уже не библиотека, это театр и он функционирует лучше, лучше, чем библиотека и он нужнее, то ее надо перепрофилировать в театр и перестать обманывать себя. В Москве просто таких образований немало. Я не знаю, как по всей России, но догадываюсь, что что-то подобное тоже есть. Есть другая форма, когда помещение библиотеки по частям сдается, происходят какие-то активности, юридические активности, еще какие-то, логопедические, самые разные. И этим тоже отчитываются. Ну, а где работа самих библиотекарей, где именно какие-то книжные мероприятия, ну, пусть даже те же клубы по интересам. Этого тоже нет. Очень часто натягивается тень на плетение, очень часто происходит имитация работы. Таких подразделений библиотек очень много на самом деле. Я за... Это грубо звучит, я знаю, что много будет недовольных, но если так происходит, то городу, я не знаю, там, поселению выгоднее и правильнее забрать данное помещение и просто его сдавать, да хоть под магазин. Вот и все, все очень просто. Поэтому очень много странного в этом плане происходит. Я за возвращение смыслов, я за возвращение библиотек и именно прямой работой, потому что за вот этими всеми формами, которые должны были спасти библиотеки, потерялся смысл и библиотеки не спасены, народу больше от этого не стало. Они только немножечко перепрофилировались, они стали театрами, они стали клубами и всем чем угодно. но важный функционал библиотек, он во многом потерялся, он затерялся и территория библиотек сжалась на тех же самых библиотеках. Вот примерно так. Вот, я высказал опасные мысли, так или иначе. Мы будем заканчивать, я уже все сказал, все, что хотел, это моя почта, если у вас будут вопросы, если у вас будут какие-то пожелания, если вы захотите мне написать ноту протеста, можете писать на почту, я вам обязательно отвечу, мне будет интересно выслушать ваше мнение, ваши мысли, вот, может быть у вас есть вопросы, готов на них ответить, либо просто мысли, давайте пообщаемся, поделимся друг с другом, готов к диалогу, спасибо и вам, спасибо, спасибо, правда старался и так, а что я говорю за Москву, но конденция такая, что может быть не везде, но есть другие регионы, где подобная ситуация, поэтому к сожалению это так, Марина, да, ну как сказать, не совсем согласен, смотрите, сложно, если вы просто библиотекарь, очень сложно работать, действительно, когда ваше руководство, высшее и вот среднее, с которым вы, ну заведующий библиотекой, непосредственно работаете, очень сложно как-то отставить какие-то свои мысли, это правда, но если вы, например, руководитель среднего звена, так или иначе, нет ничего хуже, я встречал таких заведующих, которые поставили свою цель, цель своей жизни, не развивать библиотеку, а статистику делать, и вы не представляете, что таких заведующих очень много, я сижу хорошо, деньги капают, что бы ни произошло, я рисую эту статистику и мучаю библиотекарей, которые ее тоже дорисовывают, и это ужасно, план ради плана ведет к уничтожению библиотек, уничтожают библиотеки не план, не госзадание, уничтожают библиотеки именно такие руководители, именно такие заведующие, нормальные заведующие и нормальные руководители, ну извините, я буду давать оценку здесь, у меня это больная история, они как делают, они понимают, что от плана никак не уйти, но они людей не мучают, план делается и делаются инновации, новые проекты, потому что люди живут не планом, люди живут развитием библиотеки, проектами, клубами по интересам, господи, всем чем угодно, так или иначе, вот как я это вижу. Так, Наталья, как отстоять эти мысли и деятельность библиотек как библиотек? Ну, вопрос, Наталья, вопрос, правда, сложный, тут надо смотреть, в каком вы, ну вы имеете в виду за всю Россию? Никак, если вы имеете виду, ну, потому что очень разные мы все, и библиотеки, мнения у нас разные, да, я, вот, правда, встречал библиотеки с такими корочками, они, там, чуть ли не кандидаты наук, но они такую, такое безобразие творят, они, вот лучше бы они не работали в библиотеке, в то же время я встречал людей, ну, пришлых, да, вот закончили они там какой-то маркетинговый институт или юристами были, но они вникли, они захотели понять, куда они пришли, они поняли, что они пришли в библиотеку, они изучили все процессы, они стали библиотекарями, а есть наоборот, то есть это не зависит от людей, это не зависит от корочек, это не зависит от возраста, есть куча молодых специалистов, которые творят бог знает что, есть куча почтенных специалистов, которые бог знает что творят и говорят о том, что они очень значимы, очень серьезные, хотя на мой взгляд, я говорю, все это ерунда, не имеет значения какой диплом, не имеет значения сколько лет человек отработал, если он занимается, Если он, скажем так, нацелен просто, чтобы сделать статистику или занимается вот этим, я не знаю, производством иллюзий, о каком специалисте идет речь? Это имитация, имитация работы. Если в плане, да, отвечу, если в плане как отстоять, наверное, нужно просто смотреть на свою библиотеку, на себя, понимать, где вы находитесь, сколько у вас сил, сколько у вас возможностей искать единомышленников, самой расти, становиться крупнее, серьезнее, чтобы к вам могли прислушаться. Наверное, это единственный способ. Если совсем невыносимо и есть возможность поменять библиотеку на другую, то менять и переходить, потому что такие факторы, к сожалению, имеют место быть. Так, Вера, это не исключение, а факт. На сегодняшний день большинство проектов делаются для галочки. Да, Вера, я знаю, я знаю, что так оно и есть. Более того, многие статьи об этих проектах написаны тоже для галочки. Так, Татьяна, так все эти цифры спускаются сверху, их никто не отменит. Плюс к этим цифрам идут и инновации. Так я не говорю о том, что все это как-то сильно возможно отменить. Речь не об этом. Скажем так, речь не идет о том, чтобы сделать невозможное. Очень важен настрой руководителя. Я работал с таким руководителем, которому все равно сделаешь ты инновацию, полезную людям, и библиотеке. Ей главное было, чтобы ты, собака, в определенное время сдал набитую статистику. Все. Все остальное человека не волновало. Вот и таких очень много. И вот с такими работать невозможно. Они загоняют библиотеку, они загоняют библиотекарь. Вот о чем я. Если человек мягче, спокойнее, можно делать план и делать инновации. Все идет, это сложно, но можно. Я так тоже делал. Все идет от руководителя. Если сверху идет план, сверху директор, генеральный директор говорит вот эту вот ерунду, что только планы, все ради плана. И более того, ваше заведующее то же самое говорит. Ну, никакой мотивации, никакого желания не развиваться, ничего-то делать не будет. А если наоборот, ну, ребят, ну, мы все понимаем. Да, ну, надо его выполнить. Но зато там вот такое-то время у вас будет свободное. На какие-то свои разработки, свои инициативы. Это другой подход. И это работает. И так многие работают на самом деле. Вот о чем я. Виктория. Муниципальные библиотеки обслуживают планы и акции заказчика муниципалитета. Библиотечная система дает форму годового плана. А в ней все госпраздники, акции по борьбе с наркоманией, преступностью, терроризмом и т.п. Ну, смотрите, я, насколько мне известно, все, насколько мне известно, все-таки директор библиотеки и заведующие могут варьировать. Абсолютно. Есть какое-то, ну, есть госзадание, есть, так или иначе, спуск сверху, это есть. Но я точно знаю, что одно мероприятие можно, например, заменить каким-то другим мероприятием. Была бы воля, было бы желание. Была бы возможность как-то... Есть еще такая форма, как объяснить, почему то или иное мероприятие не состоялось. Проблема в том, что есть руководители такой категории, который вот план, и мы по нему идем. Мы написали, что там должен быть кружок солнышка. Все, должен быть кружок солнышка. А я хочу тыквы разрисовать. Нет, должен быть кружок солнышка. Я сказал или я сказал. Таких руководителей тоже очень много. То есть, никакого шага никуда. Вот написали три года назад этот план, и мы его каждый год гоняем. Такого тоже много. Тут вопрос может быть все-таки в руководителе, на самом деле. Он просто не хочет, ему так проще. И такие руководители очень часто кивают именно наверх и говорят. Это вот они нам приказали, мы ничего сделать не можем. Просто чаще всего они не хотят ничего делать. Я просто знаю, что какие-то моменты в плане можно пересмотреть, можно подменить в хорошем смысле другим мероприятиям. Можно что-то даже отменить по тем или иным причинам. Ну, можно обосновать. Просто этого никто не хочет делать, как правило. Так. Обидно и больно за наши библиотеки и культуру в общем. Нет, не обидно и не больно на самом деле. Просто, ну как обидно и больно. Идут процессы, происходят процессы самые разные. Поэтому где-то хуже, где-то лучше. Тут такая история. Наталья, вас дезинформировали. Дело в том, что Наталья... Ну опять, не говорю за всю Россию. Я говорю за себя. Я говорю про свой опыт. В моем опыте мероприятия отменялись. В моем опыте мероприятия подменялись. Другими мероприятиями. План менялся. Так или иначе, было бы желание. Но если не все, то что-то возможно сделать в этом вопросе. Я говорю про свой опыт. Возможно, у вас по-другому. Я не спорю. Ну, это вот мой опыт такой. Ну, коллеги, если нет вопросов, мы уже где-то... Вы уже, наверное, устали от меня. От вас нет, а вы от меня да. Мы где-то больше часа уже с вами общаемся. Мысли я донес. Презентацию берите. Будут вопросы или какие-то пожелания, пишите на почту. Спасибо вам. Был рад донести свои мысли, свое видение. Это всего лишь мое видение. Вы с ним можете быть не согласны. И это тоже хорошо. Спасибо. Всем всего доброго. Передаю слово Татьяне. Всего-всего.